здравствуйте дорогие телезрители канала free latvia на ю тубе и эта запись из общества латышей в латвии мы как раз сейчас находимся на одиннадцатом этаже академии наук и мы тут работаем как раз ключевыми экспертами в области благоустройства системного государственного и сегодня центральная тема у нас будет экономика и как раз финансовые структуры о которых сейчас мы пригласили юристов вы сейчас услышите их документальные представления но хочу вам перед этим еще рассказать самое главное чтобы остановить третью мировую войну мы разработали следующую методику которую вам предлагаем использовать на ваших территориях значит мы коренные жители латыши приглашаем на хороводы всех остальных жителей конфессии всех религиозных этнических групп вместе петь до бога славить у костров и конечно находя методику чтобы друг друга не раздражать домиловать и мы как раз будем эти хороводы держать тут на острове который виден даже из окна я вам сейчас покажу тут как раз там находится остров луцаусалов и этот остров представьте себе это как раз остров который поднимается из воды как у нас есть народное сказание что благополучие этой страны начнется когда остров поднимется из воды и на этом острове мы будем держать хороводы 8 мая и туда и приглашаем и и вас тоже если вы эксперты и знаете как разложить хорошую систему общества приглашаем вас работать с латвийском латышском обществе и вы нас найдете на сайте labia.lv посмотрите пожалуйста под описанием этого видео там вы найдете связь и чтобы удержать мир у нас есть комиссия комиссия миру комиссия миродержавия и ей руководит профессор кристофер басбей и профессор вы тоже найдете на этой странице labia.lv комиссию мира и соус аборигенов латвии о нашем исключительно геноцидальном положении и я ему передаю слово hello i'm christopher busby i'm the secretary of the peace commission of the latvian society I just have some few words to say to you about peace commission and about peace there is tremendous danger in the world at the moment tremendous danger we have countries that are armed with weapons that are capable of destroying all life on earth and i know this because I'm a scientist and I've done work on the effects of nuclear weapons At the same time, there is an economic war being taken place between the major countries of the world. These huge countries that are all fighting each other for economic domination of trade and economic domination of all of the assets that there are on the planet. And this is an extremely dangerous thing. It is the international banking system that is going to bring the third world war upon us all if we don't do something about it. And you may be wondering why an Englishman is representing the Latvian society in this area. And the answer is that these large countries are now so tied up in the structure of communication and the structure of power that they are not capable of dealing with the situation that threatens us all on the planet. And we want all people from all nations to come and join us in the Latvian society, which is a Latvian society which represents the core of a very ancient nation and a very small country that has a seat on the high table and is capable of making great changes and saving us all. The future of the world depends upon small nations taking control of the world. We can no longer permit these enormous power blocks to dominate the economic system and to dominate the power relationships that will be responsible for the death of everything on earth. So thank you for listening. Thank you very much, people. И сейчас мы пригласим юристов, у которых на руках материалы, которые очень интересны, чтобы познать структуру экономической системы нашего государства. Пожалуйста. Мы сегодня предоставим вам возможность познакомиться с деятельностью благотворительного фонда коѣн Halter-Baltic American Enterprise Fund. Я бы ещё хотел добавить, что это не Балтиэс америко создаю тому фонд. Как такового как Балтиэс Американ Фонд не существует. Создан фонд Балтиэс Американ и Конец в Америке в 1994 г. Представительство в Латвии выдано в 1996 году, а разрешение на деятельность только в 2001 году. Цель этого фонда – благотворительность. Но, по нашему мнению, фонд создал в Латвийской республике юридически необоснованную консенсию, которую, в свою очередь, Латвийский банк центральный не контролировал. И почему мы об этом говорим? У нас есть на руках документальное подтверждение, что цель этого фонда была благотворительность. И она была документально подтверждена, что цель представляет оказание помощи малым и средним частным предприятиям, а также для улучшения жизненных условий населения. Представьте себе, что данный фонд выдает людям деньги. Если благотворительность, то она должна быть благотворительностью, но ни в коем случае деятельность уже экономическая. Почему мы это говорим? Потому что к нам обратились люди, которые получили от этого фонда деньги. Ну, по идее, они занялись. Но задается вопрос, почему фонд, который занимается благотворительностью, выдает взаймы деньги? Он должен изменить и просто гореть. И по уставу, который у нас есть на руках этого фонда, да, там все указано. И мы сейчас не будем это не переводить, не полностью все пункты устава пересказывать. Потому что это займет очень много времени. Вы, как видите, у нас на руках только пока с собой две папки, но их немножко даже больше. Что мы нашли и проверили документально и пришли к этому выводу, что не только данный фонд, но и банки занимаются, скажем так, не той деятельностью, которая, ну, для фонда, ну, банки, понятно, банки, они хотят получить обратно свои деньги. Ну, а это не их деньги. Вот в чем дело. И как у нас по этому поводу больше немножко расскажут гундеры. А я и помогу по поводу дальнейшего. В нашем разговоре... Так как Александр упомянул, да, есть разрешение на регистрацию, да, где можно прочитать и на латышском, и на английском языке, и название этого предприятия, и цель деятельности, да. И потом еще там указано, какие люди могут ее представлять. Представителем этого фонда может быть только граждане Америки. Не граждане Латвии, не граждане России, не какое-то другое государство, а конкретно единственным представителем может быть граждане Америки. И дальше уже этот самый основной документ, по которому они действуют в Латвии. И дальше смотрим те договора, которые вот это предприятие заключалось с гражданами Латвии, да. Они выдавали где-то примерно 14500 кредитов. И во всех кредитных этих договоров, как этот взаимодатель, у нас указан совсем другая организация уже. Ну так, с переводом вначале, да, тут тоже можно посмотреть. Так выглядят те документы. И рядом уже получается не это название, которое в регистрационном удостоверении Балтика Америка на Enterprise Fund, но уже у нас появляется другое предприятие с названием на латышском языке. Причем такого предприятия в регистре предприятия в Латвии нету, ни представительства, ни зарубежного какого-то предприятия. Но тем мнением... Почему нету? У нас оно есть. Извини, Кунтер. В документах у нас указано, что вот видишь, у тебя договор заема, да? Да. А что у тебя там написано? У тебя там написано Балтика Америка Сузднямия Фонда. Значит, что сделала организация? Она без регистрации... Здесь можно видеть, да, в данном документе, что дописано Балтика Америка Сузднямия Фонда. И подписывается Балтика Америка Сузднямия Фонда. Ну, такой организации не существует. Значит, как можно ставить подпись? Это юридически, извините, необоснованный документ. Я, извиняюсь, это перебил. Нет, нет, все правильно, все нормально. И дальше мы смотрим, есть другие документы, которые в том же деле появляются. Есть за все, да? Право требования передается будто бы банку в СЭП. Но самое удивительное, да, в 2006 году у нас СЭП, как назывался? Не Унибанк? Да. Ну, есть такое дело. В 2006 году они уже предвидели, что у них ровняется название. И вот этот странненький фонд без регистрации, без регистрационного номера, без каких-то других реквизитов, да, он передает свои право требований на сумму, которую платит этот тогда же несуществующий СЭП, да, он платит валюту. Может быть, кто-то знает. Может быть, кто-то увидел. Может быть, в Китае или где-то в Америке есть. Вы можете привлечь внимание. Есть такая валюта ЦЕС. Да, там внизу, вот смотри, есть ЦЕС, да. Они продали за ЦЕС. Ну, смотри, валюта. И они должны были это оплатить в течение двух дней, после заключения этого договора. Но странно не то, что составлен такой документ. Странно то, что таким документом они могут пользоваться, вот эти странные люди, в суде, и получить решение суда, который утверждает, что все в порядке, что это все действительно, и что вот по такому документу, без юридической силы, да, где у организации нет ни названия, ни регистрационного удостоверения, и не купленным за этих ЦЕСок, СЭП приобрел право требования. Но странно не только то, что суд так не оценил, но еще одна вещь. По датам смотрим и удивляемся. В 2006 году СЭП уже знал, что у НИБАКа не будет дальше, будет СЭП-банк. Купил эту ЦЕСию за ЦЕСок. Но в 2009 году этот странненький фонд обратился в суд и получил уже взыскание от себя. Фонд сам, еще. Да, ну, я так понимаю, мертвый фонд, он уже не существует, я так понимаю, да? Это было в 2008 году в апреле, да, когда он сам обратился в суд, но с названием латышским, только латышным названием, которого не существует. Не существующая организация, подала в суд, о том, чтобы получить право на недвижимость, да? И судья осмотрела документы и приняла решение, что да, такой фонд может владеть чужой недвижимостью. Значит, получается так, да? Что мы с тобой подаем в суд, ну, скажем, на Иванова, который якобы у нас занялся деньги. Но, конечно, мы должны получить подпись какую-то от Иванова, да? Ну, мы нашли у чужого, например, мы нечаянно видели, как он подписал договор с Парксом, да? Мы забрали эту копию документа и пошли... Дальше, юридически это называется как-то? Мошенничество, так и анализуется. Ну, да, значит, я как мошенник взял подпись, подали мы в суд и, значит, с Иванова мы берем деньги, да? Да, и суд нам говорит, да, люди хорошие, у вас есть право, и вы забираете. Но самое странное, что этот фонд даже фальшивый, да, он ликвидирован. Он ликвидирован в 2011 году. Вообще ликвидирован, но у нас есть удостоверение и ликвидация. Это тоже у нас все есть. Вот, можно посмотреть и на английском, и на латышском языках. Скоро нету, оно ликвидировано. Такое не... Даже на английском, с английским названием не существует, не говоря на латышском. Нет, ну, для юристов в Латвии мы можем сказать, что можно подать в суд такие документы, которые, скажем, перевод в регистре не... регистр, значит, не поставил свое разрешение, да, что такое фонд действует и можно без всякого подать в суд. И суд принимает. Во всяком случае, у меня суд такие документы ни разу не принимал, и меня суд всегда спрашивает, чтобы я бы предоставил бы не копии, а оригиналы этих документов. Тогда вопрос какой? Значит, юристы банков могут предоставить суду, ну, копии, или назовем это фальшивками, может быть. Нет, ну вот, этот ликвидированный, уже все, его нету. Он по документам ликвидирован, а судья говорит, что она от него приняла заявление. 11-го года, 6-го июня, ликвидированный фонд, 12-го года, 22-го ноября, подал в суд заявление, чтобы вместо него поступил... Словом, мертвец подал заявление в суд. Но основание этого документа опять странное. Как мы видели, ликвидированный фонд 11-го года в июне, а 11-го года в ноябре СЭП как-то с ним еще подписал какие-то документы, о передаче документов. И судья-то все не показала странно, она подумала, ну, все в порядке, давайте будем писать решение. И по такому решению уже переписана недвижимость людей. А где-то недвижимость находится? Недвижимость находится в юрмале. О, ну там же сумма должна быть, извините, где-то под миллион. Сумма здесь указана, мне кажется, там можно посмотреть, там по документам было где-то 20 тысяч, да? Ну это только одна сделка, да? Из многих. Из многих. Ну вот такой, это один конкретный пример, где видно, что юридически это невозможно, да? И говорить, что сейчас кто-то должен найти в гражданском порядке что-то оспаривать, да? Там даже слова такого нету, потому что если подделка документов, реально принятые незаконные решения, это уголовная ответственность. И ответственность не только вот этому, который подавал фальшивые документы, но и этой, судье, которая не проверяла. У нее тоже... Гунтаря, вот я хочу тебе задать другой вопрос, еще один. Помнишь, ты писала в прокуратуру по поводу того, что на судью, что... Как там было? Я забыл. Ты можешь рассказать? Пока есть заявление в прокуратуру, ответа пока у нас нету насчет того, как судья отвечают за такие решения, да, принятые. Прокуратура, наверное, сейчас читает и думает, что делать и как эту судью сделать белой и пушистой. А по существу мы писали не на судью раньше тоже, да, но в прокуратуре писали, что не действует... Нету этой организации Балты и самой лицомневной Дарвей Бисфонс, по которой идет взыскание и порсилит прокуратуру приостановить действие, да. Даже не на судью сразу писали, но главное, чтобы не было дальнейших действий, и прокуратура нам написала ответ, где указано, что все по закону, что латвийские законы такие действия позволяют. Так что... Не могу людям советовать, да, пишите фальшивые документы и идите в суд, это не будет правильно, да, но пример есть. Значит, если пример есть, значит, это и возможно, потому что это, извините, называется немножко иначе, в юридическом обозначении, да. Так что подавать все-таки можно бы на основании того-того, что решение этого суда там, скажем, латгальского какого-то, который нам... Ну, здесь юрмальский судьба, судья Гормана, конкретно, да, как мы видели из документов. А что у нас было в земельной книге? А в земельной книге мы можем показать и другую земельную книгу, да. Странная ситуация. Попробуйте зарегистрировать на фиктивную, то что с вами, недвижимость или ипотеку. Вряд ли вам удастся. Вот пример конкретно можем показать в земельной книге есть утвержден, недвижимость, но вообще никуда не зарегистрировано на предприятие, на вот этот же фонд, да. Отделение книга. Откроем. Здесь страница. Можете посмотреть. Вот запись. А в регистре такого предприятия нет. Где-то вторая строчка, да. Из Балты и самое косозненное, дорогая, и у вас есть. Ну, за всем этим все-таки стоят люди. Не бывает, что просто-напросто без того-сего, да, кто-то пришел. Значит, там должна быть подпись, фамилия, имя, отчество, которое всю эту деятельность проворачивало. Конкретно записи делал. Вот этот, ну, это... И Скайдриде Темлякова, да, который там... Да, Цаянсу он тоже. Ну, вот самое удивительное, что и судьи в этом участвуют. Ну, только не можем сказать, это... Они этого знали. Должны были проверить. Ну, они должны были проверить, во всяком случае. Ну, можно так называть халатность. Ну, за халатность тоже судят и судей, да. Халатность это тоже небезнаказанное. Ну, в таком случае, что у нас получается. Мы просто не хотим долго говорить на эту тему, да. Мы хотим просто найти людей, у которых еще... Еще не отнято, или которые еще платят данному фонду, да, Балтик Американский фонд. Потому что это не тот фонд, который должен деньги получать. Это на английском. Балтик Американский фонд. Значит... Балтик Американский фонд. Да. Балтик Американский фонд. Балтик Американский фонд. Энтерпрайз фонд. Значит, этот фонд у нас бывает только юридически правильным. Остальные, которые тут, извините, Балтик Американский фонд, они недействительны. Это фикция. И вот на этой фикции кто-то, я не могу юридически сказать, кто-то хорошо нагрел руки. И смотрим люди, которые там подписывают, да, если судья принимает заявление от кого-то, она должна проверить юридическую силу документов. Это просто по закону, потому что документы без юридической силы ими нельзя пользоваться. И нельзя на них строить какие-то свои права и какие-то свои правотребования. И если в регистрационном явно указано, что представителем этой организации может быть только граждан Америки, да, и здесь есть справа с регистром, где тоже указаны конкретно эти граждане Америки, которые могли представлять интересы этого фонда, да. Так как судья земельной книги, как судья районного суда могла принимать документы от кого-то, у кого вообще, кто не заверен в регистре, как представитель этого фонда? Ну как, цессия была, фонд... За цессию. Да. Ну, мы не знаем, такие деньги. Не, ну, извините, тут людям конкретно выдали евро или доллары, да, выдали конкретные деньги и, как говорится, их просто оставили без денег потом. Самое странное, да, что в этом деле у нас даже нету платежки, да. В суде не предоставлена ни одна платежка, что люди вообще эти деньги получили. И из тех слов, которые они нам рассказали, что произошло по существу, они недвижимость купили у фонда. И фонд сам получал эти деньги. Так что никаких денег люди не видели и перечисления как такового не было, да. И с такими документами можно просто пойти в суд и взыскать. И с документами, которые, ну, примерно вот такая может выглядеть эта доверенность, по которой эти люди приходят в суд. Странно, что этих заявлений не указано. Значит, судья поняла, что реальная большинка. Доверенность должна быть нотариальная, нотариальным актом. А как здесь получается? Получается так, что сделается такой-то большинный документ на английском языке, который будто бы переводится на латышском, копии которого, да. И с этой копией вдруг становится нотариальный документ, где в конце указано, что нотариус утверждает, что копии правильные. Не копии правильные, а перевод правильный. Ну, у тебя, я понимаю, есть документы, где помощник нотариуса посвидетельствовал этот документ. Ну, мне кажется, или этот, или этот. Ну, во всяком случае, помощник нотариуса может это делать, по сути, зарегистрировать тогда, когда нотариус в отпуске. Но, поскольку я помню, на этом документе у нас один нотариус в отпуске не было. И все хочешь? Или только в первую? Там просто странно, вот этот перевод. Все, все надо снять? Покажем вот эти страницы, где указано, да, что вот американский, будто бы американский документ, по которому там все это происходит, составлен вот 2008 года, 6 числа. И при переводе где у нас в этой странице перевод остался? При переводе вот этот же перевод я тогда внимание привлекаю только к числу, да, 6 числа 2008 года на английском языке и вдруг смотрим перевод. Как вы считаете, 6 число года, это какое число? Я только не сказал. 6 число года, 2008, какое у нас? В переводе можно это вдруг становится февралем, 6? Ну, никак не получится. Ну, если переводчик немножко взял на грудь, ну, почему бы нет? я не могу перевести, я не переводчик. вот такие у нас, скажем так, документы на руках, и мы хотим общественность информировать. Если у вас есть еще какие-то сведения о данном фонде, нам просто будет интересно, как юристам, как далеко может зайти люди, чтобы наживаться на чем-чужом горе. Вот это интересно, потому что ни СЭП, ни остальные банки, по идее, не имея никакого юридического права, подавать в суд на тех людей, потому что в данном случае балта и саморекспонс не существует. Вот справка. Подтверждаешь я наши слова. из суд это тоже могу получить, без каких проблем нам это не составляло, никаких трудностей. Это было бесплатно, пойти в регистр и попросить справку. Существует ли такая организация? но самое удивительное, я еще нашел в другом месте, где вот есть, извините, ну ладно, сейчас об этом не буду, потому что конкретно надо было показать бы, да? во всяком случае, ну скажи одно, представь, это постановление тоже суда, да? Где они конкретно указывают на этот фонд. Это высший суд. Аукстагатэс. Верховность. Верховность. Что они сделали? Ну они обосновали, что да, все правильно, и они своим решением подтвердили, что такая организация существует. Поймите, что самое странное, да, что у нас все-таки вторая власть это суд, да, и когда, извините, суд подтверждает неподтвержденная, да, организацию, да, вот это вызывает, конечно, сомнение. Сомнение о том, может ли, скажем так, и правильно ли наши государственные мужи правят нашим государством, если, скажем, проходят вот такие юридические казусы, трудно сказать, да, я вообще-то это называю мошенничеством. Но, когда знаешь информацию, да, в начале, когда этот фонд был создан, и почему он в Латвии появился, да, Америка подарила Латвии как новому государству деньги, реальные деньги, где-то 52 миллиона. И так как она не доверяла нашим этим правителям, боялась, что они могут эти деньги украсть, эти деньги были отданы новосозданному фонду Baltic American Enterprise Fund, который по регистрации, по существу, основной фонд, который получал эти деньги, был в Вашингтоне. С реальным реал, регистрационным номером, с адресом юридическим. Этот фонд пользовался деньгами, и вместе с латвийским правительством думал, как лучше помочь жителям Латвии, да, как эти деньги используются в пользу жителей Латвии. Один из проектов, где деньги использовались, это был Scrundes Logitors, да, его снесли за деньги этого фонда, это где-то 6 миллионов. И еще есть, по данным бухгалтерии этого фонда, что деньги были предназначены для обучения судей. И судьи из Латвии поехали в Америку на обучение. Ну, хорошо, обучились. Или получили без знания. Как неправильно делать, я так понимаю. Даже трудно сказать, может быть, они как-то чувствуют благодарность за то, что за их обучение платил фонд, просто у них знаний не хватает, что берет... поездка в Америку. Но это же серьезно, потому что хорошо посылал государство, оплатили этот фонд, и они как-то чувствуют благодарность. Ну, может, там быть, да. Как к материнским чувствам можно относиться? так получается, да, что... Но, но, этот, как вы видели, документы вы могли сравнить, вот регистрационные удостоверения, которые в Вашингтоне, и те договора, которые уже с латвийским названием и регистрацией, там получается адрес указан Делавер. И любой может войти и посмотреть по этому адресу, что там находится. И самое удивительное, когда мы этот адрес посмотрели, там указаны где-то около 3000 фирм, эти все офшоры, да, и когда еще поинтересоваться, любой может этим заниматься, он может войти в сайты Америки, да, и узнать, что, например, Делавер там считается офшорная зона, и чтобы они действовали в других штатах Америки, они должны перерегистрироваться. И здесь же, когда в суде предоставили регистрационное удостоверение, даже не удостоверение, там есть правка, нет, целый сертификат, да, о том, как он зарегистрирован, у нас тоже вот это есть, Сайбан предоставил, это как документ в суде. И там, как единственный утвердитель, там есть такой адвокат Розенблотс, там мы можем все посмотреть, но есть разница, как у нас различаются офшорные предприятия от официально регистрированных, да, у официального фонда должны быть два эти создатели, а этот фонд, два учредителя, фонд, а здесь один, это единственное, как мы можем различить, что это не основной фонд, а это и есть офшор, офшор, так и получается, да, и этот офшор, Латвии пользуется всеми этими благами, которые указаны для официального фонда, для того, который создан в Вашингтоне, да, тот освобожден от налогов, из-за этого вот, за скрунду налоги не надо было платить, платились деньги, а налоги платить не надо было, за эти поездки судей в Америку обучение тоже налоги не платили, да, были перечисления, были сделки, а налоги платить не надо было. Из-за этого в 1996 году было принято правило Кабинета Министров, где точно указано, что в действии этого фонда налогом не облагается. Ну, как мы видим, там тоже в конце вот этого документа, который вышел, этого в конце, да, в самом конце есть директора, да, там перевод тоже идет, там есть указанные директора, которые создавали этот фонд, и между этими директорами смотрим, что есть владельцы банков, даже это в обшорном, трудно сказать, они знали об этом или не знали, что тот фонд, который они официально создали, регистрировали дважды и в Нью-Йорк, в Вашингтоне и в Долавере. Об этом у нас сведений нету, но там указаны вот всякие эти, один директор банка, другой там еще, такие очень серьезные люди, и между среди них есть и такой Юрий Спадекс, которым принадлежит в Риге Антони из Илла 7. Дом большой. Целый дом, который он наследовал от своих знаменитых предков. И самое удивительное, этот Юрий Спадекс одновременно и является представителем Совета Луны Банка. Директором. Подонус, Лутиклс. Совета. Совета, член Совета, да? И вдруг открывается в этом банке, мы же посмотрите, покажу, чтобы не сказали, что я придумала, да, счет в банке, любой может попробовать тоже с этим доверенностью прийти и открыть счет в банке с номером или 110 или вот так как в этом случае у нас есть счет здесь есть такой простенький 0,0 ну, вот можно смотреть регистрационную платежка, да? Официально не нарисованное можем все проверить дело в суде. Эти все документы скопированы из судов, которые предоставляли банки. Так, где у нас этот номер? Единственное, что банки... Покажи, где тут этот номер? Регистрационный номер, вот название английское, да, Baltic American Interpress Fund и странненький регистрационный номер, которого в других документах нету. других еще есть вообще номер 1 и 10 0 и попробуй. У меня здесь нет. Это он снят в латышской версии? Да. И по регистрационному, да, как мы проверили эти все документы, мы нашли вообще-то 3, даже 4 предприятия, да, с разными номерами. Я покажу все номера. Здесь внизу, да, по каким там действиям произошли. в регистре, да, это не так, что придуманные номера можно пользоваться. Банк хорошо знает, что, например, в регистре предприятий обязательно всегда указать реальный регистрационный номер. Но нельзя так, так как там показывали уже. Ну, одним словом, не совпадают номера. Да, мы уже организации, да. Мы здесь показывали, да, что официальный план есть с конкретным регистрационным номером, мы могли увидеть платежку, да. Можете сравнить, можете перечислить, пересмотреть, но есть номер, ну, во всяком случае, суды обучались, правильно обучались, правильно принимают от банков документы, ну, и правильно, наверное, значит, отнимают с решением суда у людей деньги. И имущество. и имущество. Только вопрос другой задается. Вот эти деньги по анду пошли или кому пошли. Вот у меня другой вопрос задается. Куда они ушли? Потому что, извините, но мертвецу не может быть, ну, никак, да. если есть мертвец, может, у него есть родственник какой-нибудь, да, который получает по наследству, да, но, извините, организации родственников не бывает. правоприемщика здесь не бывает. правоприемщика, тут таких нет у нас. Не видно, во всяком случае. Да, не видно. Ну, и кто-то вот так мы считаем, что здесь что-то не так. Ну, и вот потом обращаемся к всем, если у кого-то еще есть какие-то сведения по этому фонду, да, мы всегда готовы принять. И мы сейчас дадим наш почту, да, на которую можно прислать, скажем так, свои пожелания или свою информацию, да, мы ответим людям, ну, и, может быть, и поделимся с кем-то своей информацией, может быть, и у кого-то для суда нужны данные документы, да. Вот и, в принципе, кажется все. Потому что слишком много документов, мудр, может, все-таки есть и что-то еще. Ну, как этот имейл, как он называется? Так, помню, зачем пропшал. Так, бумагу, да, я возьму здесь, на этом, не пишу. Да. Во всяком случае, у меня создается такое впечатление, что это более-менее небольшая операция фонда создала юридически необоснованную конструкцию в корыстных целях, которая ставит в запрос конструкцию всей банковской системы самого государства Лакфии. Ну, банк, во всяком случае, должен был проверять, какие деньги, куда они уходят. Да, это было до 2006, 2006 года банк проверял, потом, как говоришь, фуктук у нас есть. Центральный банк, вы думаете, в виду, да? Это первый государственный банк. Центральный банк. Центральный банк, да. Это, извините, ее... Это их обязанность была. 100%. Единственная организация, которая обязанность проверять... Другой не было просто в Латвии. Да, перед Евросоюзом, да. А дальше уже идет финансовый... Капитал. 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 Но странно, еще такая ситуация, да, то, что у нас сведения есть на счет трех банков. Есть этот унибанк, Сэпбанк, да, который первый там, в котором открылся счет странненький 1,10, 0, Шведбанк. Второй банк еще, по которому есть сведения, это Светбанк, но он хитрее немножко, он там прикидывается, что он добросовестный приобретатель, хотя он должен был проверить информацию из-за самого начала и проверить, кто одолжил эти деньги, да, и проверить регистрационные данные. И третий банк у нас, даже не банк, да, есть такой Данский банк, который не зарегистрирован в Латвии как банк, но он тоже занимается банковской деятельностью и тоже, также получает вот эти деньги. И самое странное, везде, где люди платят эти деньги по этим кредитам, у них очень странные условия, очень секретные, они должны идти там по секретному, заплатить по-тихому, чтобы никто не знал, у них нету платежки, у них ничего, нету никаких данных, чтобы они потом могли доказать. И те, которые, до сих пор есть очень много людей, которые платят, и от этих людей, чтобы они не остались потом без денег и без недвижимости, мы написали письма в министерство финансов, да, чтобы они решали вопрос, что по существу эти право-требования полагаются государству не какому-то Сэббус-Ваду и какому-то Айшоу-Банку, да, а главное, то, что никому не принадлежит право на недвижимость принадлежит государству. Это по закону просто. И написали такое заявление в министерство финансов, но пока они не решились. Им же не нужны деньги. Ну зачем какие-то 500 евро в месяц, да, от одного, от другого, от третьего? Ну зачем? Наша государство же нашло лучший способ там, как заработать деньги, но вообще они не нужны. Наше государство говорит, что нам не нужно создавать предприятия, нам мы живем с налогом. Ну я так понимаю, что это мото нашего государства. Да. Ну и что же делать? Ну если у нас такое мото, значит, мы дальше будем, наверное, так жить бедно и, скажем так, глупо. потому что если, извините, вот наше предположение, что это все-таки хорошая схема мошенничества, ну, это мы с тобой так считаем. Нет, ну люди могут познакомиться с материалами и любая судья, которая принимала решение, она должна была познакомиться с материалом и ее обязанность, получив такое дело, было принять ламамс и переправить в полицию. Это была ее обязанность по закону. Если она это не посмотрела, даже если она, прикидывается, что она не увидела, это уже халатность и зато тоже судят. Мы забыли сказать, что все-таки завели криминальный процесс по этому делу, но передали этот процесс молодой девушке, которая откровенно написала заявление. Да, что она не экономиста, это нужно экономической полиции, это нужно или экономической прокуратуре, это не просто следователь, который разбирает, скажем так, хулиганские дела, да, которая должна заниматься маленькими, мелкими хулиганами, ей дали, скажем так, очень серьезное дело. Но это обозначает только то, что нежелание кого-то, кого-то, нежелание кого-то, дальше, чтобы это дело пошло и чтобы люди узнали правду, куда же эти деньги уходят, и что закон был, и кто в этом участвовал, да, потому что я думаю, что там очень много, потому что регистр, да, банк, очень многие учреждения, министерство юстиции, которое должно было дать разрешение, разрешение, там все, это очень многие люди, которые в этом участвовали, да, но сам факт, кто это делал, да, было бы, неплохо, но пока мы так понимаем, что мы топчемся на месте. и вот пожалуйста можете на эту почту PropSol и так как мы предоставили, сказали свое имя и отчет, значит, Александр Койко и Гунтров Иксен. Мы по своей мере возможности будем дальше работать и раскручивать это дело. Могу еще сказать, да, что мы только не двое, у нас уже немножко больше сейчас уже коллектив появился, юристов, но не все хотят перед камерой говорить. Как говорят Береженого, Бог Береженого. Большое Вам спасибо за такое откровенное и дрозное и храброе решение рассказать людям о Ваших находках и поделиться. Ваша информация очень важна как раз в работе Латышского общества комиссии финансового порядка, финансовой системы, которой я руковожу и мое имя Дейтаретума. Вы найдете нашу работу на labia.lv и добудет мир и благополучие и божественный порядок, который не позволит никакой Третьей мировой войны. И мы его создадим. Да будет с нами Бог. Бог.